Открытый Кубок Беларуси проходит в Бресте с 29 июня по 2 июля. Чемпионат носит статус открытого, что позволяет выступать на нем и спортсменам из других стран. В этот раз заявки на участие подали 350 пловцов из Беларуси и России. В турнире принимают участие со сборных областей Минска. Представители национальной команды, в том числе ее лидеры, Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. Из России приехал тоже сильный состав. Призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Плановое соревнование, которое, в общем-то, планировалось для отбора на чемпионат Европы. Ну, в связи с тем, что такие события, значит, российская сторона организовывает дружественные игры, которые будут проходить в конце июля в Казани. У нас есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и призеры Олимпийских игр, то же самое в России. То же самое в России, но Россия поболее, мы поменьше. То есть, если брать так в процентном соотношении количество населения, финансовые возможности и наши, то где-то мы можем составлять конкуренцию. Конечно, не на всех дистанциях, но на наших коронных дистанциях, где у нас сейчас лидеры мирового плавания. Борьба среди пловцов напряженная. На протяжении трех дней юноши и девушки определяют сильнейших плаваний вольным стилем, бутерфляем, брасом на спине, комплексном плавании на дистанциях от 50 до 1500 метров. Мы очень рады, что приехала команда с Российской Федерации. Приехали достаточно стулованные спортсмены, участники Олимпийских игр, призеры чемпионатов мира и Европы. Это позволит нашим спортсменам в эти сложные периоды изоляции, скажем так, бороться в условиях хорошей конкуренции. Потому что показать высокий результат без конкурентной борьбы практически невозможно. Для меня данное соревнование, самое главное, это возможность проявить себя. Я уже не первый год на этих соревнованиях, на этом кубке. И кубок – это всегда хорошее завершение сезона. Как кубок проведешь, так уже и отдохнешь. Результат получился не такой, так сказать, сказочный, как хотелось бы. Мы долго готовились со своей командой к этому старту, но как получилось уже. На соревнованиях присутствуют люди из другой страны, из Российской Федерации. И эти люди, ну, достаточно хорошие спортсмены, которые участвовали уже в чемпионатах мира, Европы, Олимпиаде. Высокие результаты показывают и белорусы, и россияне. Конкуренция налицо. Ведь к соревнованиям допущены спортсмены с уровнем квалификации не ниже кандидатов в мастера спорта. Это проходящий старт на меня для всей сборной сейчас. Основные старты у нас еще будут впереди. Результатом всем доволен, а пришел первый. Все спортсмены сильные, вот, поэтому результаты высокие, и приходится с самых первых метров выкладываться на полную. Я рассчитывал проплыть по определенному времени, но что-то вот не очень идет. У нас изначально были еще перед вот этими соревнованиями соревнования в Новополоске. И мы вот на них готовились, и после соревнований в Новополоске вот чуть-чуть отдохнуть и сразу вот на эти. Такого рода соревнования – это испытание силы духа и воли спортсменов, а также отличная возможность для общения с пловцами другой страны.